Лекции, воркшопы, обмен опытом и живое общение – здесь все про фитнес. Но в центре внимания все же мастер-классы, которые составляют львиную долю программы «Конвенция ФитУрал». Свои авторские тренировки здесь представляют презентеры из России, Франции, Италии, Испании. Аэробика и танцы, функциональные упражнения и йога – все, чем живет сегодня фитнес, челябинцы могли узнать за два насыщенных дня. Программа «Конвенция» проходит на трех площадках, три дня. Мы начали с семинара, с международного сертификатационного по степу, продвинутый уровень для тех, кто уже давно работает. Был бизнес-конгресс вчера, на котором были все менеджеры самых крупных фитнес-центров города, нашего, Снежинска, Екатеринбурга, Магнитогорска. И читали лекции именно для руководителей. А сегодня проходят мастер-классы «Конвенция» в большом зале, проходят два воркшопа. Мой сегодняшний мастер-класс называется «Динамик постурал». Это моя программа. Мне кажется, она очень понравилась гостям. Это сочетание динамической нагрузки и стрейчинга, что очень полезно для здоровья. Я надеюсь, что российские тренеры будут практиковать эту методику здесь у нас, потому что она очень классная. Сейчас мы сделали функциональный мастер-класс, который называется «45-15». Это была интервальная работа. Мы тренировали абсолютно все мышечные группы, но самая основная цель этого мастер-класса – это развитие даже не групп мышц, а различных физических качеств. То есть мы развивали силу, мы развивали выносливость, мы развивали гибкость, мы развивали ловкость, мы развивали быстроту. Пять наших основных физических качеств, которые мы можем тренировать. В данном мастер-классе самая главная идея – это, конечно же, использование своего тела, чтобы оно двигалось легко, безопасно, комфортно. Постараемся использовать амплитудные, безопасные, контролируемые движения. Я совместно со своим коллегой сделал авторский класс. Он создан на основе программы «Смарт-фитнес», то есть умные тренировки. Тренировки движений функциональных, нелинейных, качественных, которые мы можем применять в жизни. Тэп-дэнс – асимметрия, так называемая, когда движения все идут подряд, ногу ведущую мы не меняем. В танцевальном стиле, полуджазовая манера, под музыку афора, по-моему, очень крутого сочетания. Я привез сюда несколько чистых традиций йоги и надеюсь, что люди фитнеса начнут понимать ее лучше. Йога – это не только мышцы. Йога существует на разных уровнях, как на физическом, так и на ментальном. Но если вы меня спросите про мышцы, то, вспомнив вчерашний мастер-класс, там у людей болели те мышцы, о существовании которых они и не знали. Например, болели уши. Казалось бы, в мире фитнеса уже все изобретено и сложно сделать какое-то революционное открытие. Но подобного рода события, безусловно, вдохновляют и мотивируют всех участников процесса. От простых любителей до именитых тренеров. Мастер-классы, тренера вообще очень шикарные. Уровень высокий, достойный. Буду приезжать еще. Знаний получено очень много. Будем практиковаться. И хочется сказать огромное спасибо организаторам за уровень презентов, которые вы сюда привозите. Это очень ценно. В России этого немного. Эти мастер-классы и вообще эта конвенция – это прекрасная возможность повысить свою квалификацию, взять зарубежный опыт и опыт ведущих специалистов в сфере фитнеса. Функциональные классы. Тоже с использованием степ-платформы и без. Круто. Это очень такие. Это еще в три раза тяжелее. И интереснее. И как-то динамичнее, что ли. Меня впечатлила Зена, ее подача, ее аэро было просто очень реально здорово. Зена умеет преподать настолько чувственно, эмоционально. И именно прочувствовать аудиторию, адаптировать ее под тех клиентов, которые стоят под сценой. Это на самом деле мало кто из презентов может сделать вот так легко. Я получила огромное удовольствие. Было очень много танцевальных движений. Было по-настоящему эмоционально. Интересно было наблюдать за реакцией людей, за их ощущениями. Мне очень понравились участники форума «Фитурал» в Челябинске. Авторы мастер-классов не только прокачали тела участников, но и рассказали о новых тенденциях в сфере фитнеса. Я считаю, сейчас активно развивается пилатес и другие направления для спины, чтобы люди могли оздоровиться и укрепить свое тело. Традиции меняются. Если раньше люди приходили только за силовыми нагрузками, то сейчас люди приходят для улучшения состояния организма. Современные, скажем так, европейские, мировые тенденции фитнеса, они сейчас направлены, наверное, все-таки в сторону функционального тренинга. Очень большое количество людей занимается собственным весом. Это вообще самый тренд номер один среди всех тренировок. Тренировки собственным весом. Сейчас фитнес очень поумнел и стал более методично, восстановительно, реабилитационно. Наверное, как-то вот чуть-чуть так сложновато, но это того стоит. Но все равно мы во врачи не играем. Степ-аэробика развивается. То есть, если раньше были какие-то более классические движения, к которым все привыкли, то сейчас у каждого презентера свой характер. Фитнес-конвенции проходят в разных городах, но наша Челябинская отличается интернациональным размахом и многолетней историей.